Здравствуйте, мои дорогие зрители! А вы знали, что в лайме распродажи уже подходят к концу? Я, честно говоря, нет. Надеялась, что я сейчас приду, вам все красиво покажу. Но вы знаете, сами виноваты. Вы всегда ругаете этот магазин, меня не хвалите. Поэтому ничего вам, собственно, терять. Но кое-что я здесь нашла, я вам покажу. Юбки мини пропускаем. Топы пропускаем. Вообще и в самом магазине очень мало вещей на распродаже, и даже на сайте их очень мало. Джинсы можно посмотреть. 3000 сейчас стоят, например, буткаты. Я кое-что померяю. Лен, в принципе, неплохой в лайме. 3000 стоит вот такая зеленая рубашка. Размеры, правда, остались маленькие. На сайте вообще не уверена, что они есть. 3000 вместо 9 стоят вот такие вот кроссовки с зеленой деталью. Вообще говорят, что обувь в лайме неплохая. Но я бы вам посоветовала, конечно, вот эти. Они более универсальные. Они, правда, никогда, наверное, не выйдут ни на какие скидки. Я как раз сегодня делала пост про такие кроссовки в стиле ретро. Сейчас это очень модно. Кстати, кто не подписан на мой телеграм, подписывайтесь. Там я как раз и публикую посты. Вы знаете, мне нравятся брюки из атласной ткани. Сочетать их с футболками, с худи. Но вот это очень блестящее. Стоит 2000. Есть в черном цвете. Прямо они такие жесткие. Что-то среднее между атласом и органзой. Мне нравится все-таки что-то более струящееся. Но здесь перья. Кстати, они, по-моему, отстегиваются. Помнится, вы ругали платья-парашюты, которые никак не украшают женскую фигуру. Дизайнеры вас услышали. И в моду вошли вот такие вот платья-презервативы. Я их так называю. Платья в обтяжку. Они подчеркивают все ваши прелести. К сожалению, не каждому такое доступно. Я по-прежнему продолжаю носить. Свободные платья. Ну, а для вас магазин Lime приготовил. Платья в обтяжку всевозможные. В виде пола. И блестящие металл, это сейчас тренд. И вот такой кардиган с длинной обтягивающей юбкой. Вообще, в прошлом году я показывала много разных платьев. И в Lime в том числе. В этом году смотрю. Не просто. Вам нечего даже не показать, не примерить. Все либо короткое, либо в обтяжку, либо в бельевом стиле. Вот я пролистала просто все на сайте Lime для распродажа. Ничего бы я здесь вам показать не могла. Либо бордель, либо бордель. Вот в новой коллекции есть платья в ретро стиле. Тоже у меня сегодня об этом был пост. Все эти бороднички, они опять вернулись в моду. Но я тоже бы вам их не показала. Ибо они короткие и вообще не мой стиль. А это рубашка хлопковая. Такой довольно плотный хлопок. Из неплотного есть вот такие рубашки из Леоцелла. Там Леоцелла, полиэстер. Она очень приятная, но такая полупрозрачная. И это тоже Леоцелл на 3600. Видите, такая тоненькая. Ну, хорошо бы она смотрелась с джинсами, с голубыми. В новой коллекции джинсы стоят 4600. И они почему-то со стрелками. И это широкая модель. А это прямые, но не широкие, как раньше мы к этому привыкли. А скорее слим. Они такие будут узкие. Мне кажется, в моде сейчас борьба противоположностей. Два тренда. Это гранж. Это всякое рванье, необработанные края. И это я вам покажу чуть позже. И абсолютно противоположный ему гламур. За гламур у нас отвечают перья, которые уже практически выходят из моды. И всяческие стразы. В лайме это, конечно же, все есть. Но перья я бы вам уже не рекомендовала. Конечно же, есть джинсовые юбки Макси. И хотя стилисты говорят сейчас, что это база, я бы все-таки посоветовала присмотреться к миде. Вот такие вот кардиганы леопардовые 6 тысяч. У меня, кстати, уже есть. Вы, правда, ругаете. Но сами будете покупать. Здесь есть шерсть 20%. Но под руками больше чувствуется синтетика. Покажу вам, в чем я пришла. На мне вот такая вот крупная бижутерия, которую я надела к черному платью. И это широкое платье. Я его просто чуть-чуть подвязала. Чуть-чуть это потому, что такая просто веревочка. Это даже не ремень, не пояс. И в такую погоду прохладную мне в нем комфортно. Когда жарко, я его распускаю. Получается широкое, и все проветривается. И это села. За 2000 я его купила. Сейчас его уже нет в магазинах. Свет, конечно, в этом лайме, как в прозекторской. Я, кстати, нахожусь в ривьере. И первый комплект простый. И можно даже сказать банален. Черный верх, белый низ. Мне очень понравилась эта майка. Она закрывает все лямки. Она хорошо делает фигуру. У нее очень хорошая длина. И брюки. Это лен стопроцентный. То, что просвечиваются карманы, меня уже не пугает. Просвечивается сейчас уже и в более дорогих марках. А вот то, что просвечивается белье. Ну, телесное, телесное, першовное белье вам в помощь. Главное, чтобы целлюлит не просвечивался. Майку, видите, можно не заправлять. Она просто закрывает пояс у брюк. Вообще, шикарная просто. И сверху я надела рубашку. Вообще, конечно, льна уже практически нет. Все распродано. Это рубашка в размере XL. Она была последняя. Лен довольно плотный. И я бы не носила ее в застегнутом виде. А вот носить было так, с майкой. Полосочку. Ну, такая хорошая рубашка. В меру длинная. Ну, как все хорошее. Скидка на нее минимальная. Стоила 5, стала 4 тысячи стоить. Не уверена, что она есть у них на сайте. Но в магазинах в наличии еще можно порыскать. Вот это, конечно, и вы не одобрите. Я понимаю. Вот это как раз и есть стиль гранж. Всякое рванье. Мне очень понравился просто этот цвет. Ну, я, конечно, вообще люблю всякую рвань. Но главное, я взяла его из-за цвета. И, надо сказать, что очень приятный к телу. Это хлопок. Я вам, конечно, это не советую. Ну, потому что он еще, видите, большой, объемный. Это размер М. Ну, еще есть гранжи вот такие вот строгие, как бы, офисные жилетки. А из-под них как будто бы необработанный топ торчит. Это я вам уже показывала. Но вообще, это, конечно, тренд и кратковременный, и далеко не для всех. Я, конечно, себе такой джемпер не куплю. Я вот на футболках хотела такие дырки подделать, но тут уже не подделала. Это лонгслив, он очень-очень плотный, как будто бы пропитан чем-то материал. Думаю, что после стирки станет помягче. Видите, на рукавах и по краю такие покоцанности. Ну, и как я уже сказала, хоть я и не куплю этот джемпер, но я здесь с собой прям, видно, довольна. Брюки, кстати, очень комфортные, сзади на резиночке. Я помню, когда я смотрела новую коллекцию, лен был не только в белом цвете. Так что, можно посмотреть и в других расцветках в магазине. Стоят они сейчас 4 тысячи. Этот комплект я назвала «Блеск и нищета». Здесь брюки из блестящей ткани, типа атласной. И мне очень понравилось сочетание цвета зеленого и вот этого грязно-розового джемпер. Стоит 6 тысяч, 100% хлопок, как я уже сказала. Есть в красивом сером цвете. Но весь этот гранж выйдет из моды еще быстрее, мне кажется, чем брюки карго. Карго есть в новой коллекции, но я их уже не советую. Эти брюки а-ля пижамные, просто на веревочке. Моего размера M не было. Видимо, мой размер теперь L. И здесь уже хорошая скидка, стоят они 1000 рублей. На распродажу попали вот эти полосатые футболки. Стоят они сейчас 700 рублей, а по-моему, стоили 1800. Скидка хорошая, но я бы не сказала, что прям хорошее качество. Мне кажется, чуть-чуть они как-то рыхловато. В отличие вот от этой тельняшки, которая стоит 3000, на распродажу она не выходит никогда. Это у них такая базовая модель. Хорошая. Я вам каждый раз, собственно, ее показываю на всех своих примерках. И вот эти джинсы я взяла с распродажи. Мне не понравился вот этот прокрас на гульфике. Деталь сбоку, вот этот хлястик. Это у них прямая модель называется. Она у меня коротковата, мне бы хотелось подлиннее. Ну и маловато, что уж говорить. Это 38 размер. Мне нужно уже, видимо, больше брать. Ну и я, к сожалению, не сфотографировала ценник. Но какие-то они дешевые были. Именно поэтому я их взяла померить. На сайте у них все скидочные джинсы 3000. В магазинах они дешевле. И вот это буткаты с разрезом сбоку. Вообще для меня буткаты это то, что ложится на обувь. И для этого и разрезы здесь нужны, чтобы они ложились на обувь. У них, кстати, модель на модели тоже такая же длина. Для меня это странновато. Ну и тоже они мне маленькие. Хотя раньше мы так и покупали джинсы, чтобы они прям были в обтяжку. Потому что они хлопковые, они растягиваются. И нам все время, мне продавцы советовали брать прям в обтяжку. Но сейчас мы уже предпочитаем посвободнее все. В общем, где-то, мне кажется, 1800. Их цена была в магазине. Их базовые футболки стоят 2000. Хорошее качество. Ничего не могу сказать. Не знаю, как сидят. Надо смотреть. Еще я иногда вижу на людях вот такие вот нюдовые вещи под пиджаками. Под пиджакетами. Такой-то типа без ничего. И вот эта история есть в лайме. Это боди. Они, правда, есть не только в нюдовых цветах, но и в разных других. Очень приятная ткань. Стоит 2000. Есть с длинным рукавом. В общем, вот так вот я сходила под шапочный разбор в лайм. Не знаю, помогло ли вам это как-то или нет. Буду стараться как-то успевать. Скоро сделаю вам обзор новой коллекции. Ставьте, пожалуйста, лайк этому видео. И до новых радостных встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok